Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня снова будет небольшой влог, так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Ну и начать я его хочу с такой, на самом деле, непонятной для меня новостью. У нас что-то непонятное творится в городе Санкт-Петербурге. В общем, у нас выяснилась такая история, что в группе в садике, где учился мой старший ребенок, у кого-то обнаружили скрытую форму туберкулеза, и, в общем, всех, кто контактировал, отправляют на обследование. У нас сюда к нам даже будет приходить машина, и будут делать там тест, в общем, всякие анализы сдавать. Конечно, это очень такая не очень хорошая новость, я бы так сказала, но вроде бы форма закрытая, и все хорошо. Но вы знаете, самое странное в этой истории в том, что буквально в июне месяце, где-то ближе к концу июня, у меня была подруга моя, у которой дочка учится в школе, и ей звонили и говорили точно такую же историю, что в середине мая у ребенка, у кого-то из класса, был обнаружен туберкулез, и всех нужно обследовать. Вы знаете, как-то на самом деле наводит это на подозрение, когда я разговаривала, звонила мне, как ни странно, заведующая, а не медсестра, не заведующая поликлиники, а заведующая именно детского садика, и она сказала, что, ну вот вы знаете, сейчас такая история, все это нужно обязательно сдать из-за футбола, из-за этого кубка, вот такие вот у нас теперь требования, в общем, начала мне говорить вообще не про болезнь, а про именно кубок УФА, что из него нужно обязательно-обязательно обследоваться, потому что без этого обследования вас 1 сентября не пустят в школу. Вообще история, конечно, интересная, мы, конечно, обследуемся, безусловно, я считаю, что это, конечно, очень обязательно нужно сделать, но сам факт того, что, ну, знаете, как бы такое совпадение у меня, у подруги, потом мы переписывались через WhatsApp с другими мамочками, там кто-то написал, что у них у знакомой тоже точно такая же история, тоже в мае тоже заболел ребенок, то есть это или какая-то эпидемия, или просто, я не знаю, решили проверить детей из-за большого наплыва туристов, а у нас в Питере огромный наплыв туристов, потому что у нас продолжают играть, у нас играют сейчас в полуфинал, по-моему, да, и в Питере, конечно, сейчас просто жесть творится. Во-первых, очень много людей, очень много туристов, очень много закрывают дороги, я как раз-таки живу в Лахта-центр, недалеко от него, и получается, чтобы проехать в город, я проезжаю в Лахта-центр, а там недалеко идет пеший, как раз пеший мост до вот этого футбольного стадиона, и там все перекрывают, в общем, когда идет футбол, я даже не могу выехать в город, конечно, можно объездными путями, можно через кольцевое, но там, конечно, жутко, потому что все перекрыто, везде машины, полицейские, ОМОН ходят, в общем, какой-то кошмар, и, естественно, очень-очень-очень много людей, очень-очень много туристов у нас сейчас, и даже не знаю, просто есть такие, знаете, ну, такое совпадение, много туристов, кубок, и тут же такая вспышка туберкулеза, ну, как бы, как-то, не знаю, странно, и вообще, ну, не знаю, мой ребенок был привит, то есть было бы сделано БЦЖ, но я, насколько знаю, она не спасает от болезни, она просто дает протекать болезнь более, скажем, в мягкой форме, без осложнений, но все-таки я думаю, что все будет, конечно же, хорошо, надеюсь на хороший исход анализов, то есть приедет машина, будет делать, я забыла, кстати, как называется этот тест, который сразу показывает, есть ли туберкулез или нету, и, в общем, в общем, все это будем делать, но сама история, согласитесь, такая очень, ну, не знаю, для меня лично очень подозрительная, в общем, не знаю, напишите на самом деле, что вы думаете на эту тему, может быть, кто из Питера, кто меня смотрит, вас тоже столкнулись с такой историей, не знаю, в общем, обязательно напишите, что вы на эту тему думаете. Ну, еще ко мне приехал мой племянник, кто подписан на меня в Инстаграм, уже видел фотографию, ему 14 лет, просто здоровый парень, выше меня ужас, так что сейчас мы с мамой в такой прям очень мужской компании, у нас прям веселуха, тишина только в 9 часов вечера. Вот такая вот у нас дома история теперь все время. Ой, вот такая вот у меня теперь дома история, у меня куча мужчин, и очень весело, прям очень-очень. Вот, я сижу тоже загораю, а они шумят. Тихо в доме у нас становится только в 9 часов вечера. Да, я тут сижу, пока все балуются, кушаю кабачок, это первый наш кабачок, который вырос, мама его пожарила, она всегда у меня жарит вот так муки, обваливает, правда, получается очень много, видите, как бы жира, такого масла вытекает, ну, и получается очень-очень, кстати, вкусно, и, конечно же, неизменный кофеечек, куда же я без них. Так, я сегодня ездила в ленту, купила опять огурцов много, мама будет опять их закручивать, в общем, вот такой у меня шум гамм ужас, вот, и купила еще, в ленте была скидка сегодня, 40% на все, что с косточками, в общем. И я купила еще абрикосы, абрикосы моя мама собирается сушить, так что я вам тоже покажу. Еще мы зашли в фамилию, и я купила себе вот такой замечательный блокнотик, вот, да, 199 рублей, очень он мне приглянулся, по мне так просто прелесть, правда, я сейчас заметила, что он немножечко вот здесь вот поцарапан, вот, вообще я на самом деле не очень люблю всякие, знаете, блокнотики, всякую такую историю, но, когда я стала вести свой канал на ютубе, и чем больше у меня стало подписчиков, тем больше у меня стало запросов, и иногда просто нужно писать какие-то свои мысли, потому что бывает такое, что вы что-то спрашиваете, я отвечаю, и потом думаю, надо снять об этом видео, и когда сажусь, уже, в общем, забываю, что хотела сказать, поэтому для таких целей вот такой вот потрясающий купила себе блокнотик, в общем, буду записывать сюда свои мысли, жалко только, что вот тут такая штучка, ну, я попробую стереть чем-нибудь, в общем, вот такая вот красота, вот такие абрикосы я купила, хороший абрикос, мам? Угу, даже попробовала, вкусные, сладкие? Нет, они сухенькие, для сушки, не сочные, да, будем сушить, и про посудомойку, спрашивали у меня про посудомойку, вот такая у меня марка, как это, Ханса, да, вот она у нас большая, очень большая, на семью из 6 человек, она как раз подходит, иногда даже бывает 2 раза запускаем, когда гости, ее запускаем, мы всегда ее на ночь ставим, моют, она у нас 2 часа, но это на программе для кастрюль, да, для кастрюль? Нет, больше, для тарелок, для тарелок, 2 часа она, 2 часа, 2 часа моют, а для кастрюль, да, она вот, мама говорит, она больше моет, и вот здесь вот у нас, эта защелочка, она у нас сломалась в первый год, вот сюда вставляли таблетки, и таблетки были большего размера, когда их было очень тяжело закрыть, и поэтому она у нас, вот эта штучка сломалась, и ну таблетку просто сюда запихиваем, и все, соответственно, порошок уже сюда не насыпешь, ну обычно, внутри она обычная, стандартная, и минус этой посудомойки заключается в том, что она никак не оповещает о том, то есть она помыла, попипикала, и на этом все, то есть о том, что она помыла, за ней нужно следить, если вы, допустим, запускаете ее днем, ну и, мне кажется, еще один минус, то, что нету дополнительного ополаскивания, потому что иногда бывает, если плохо поставишь сюда посуду, то, ну вот, одна на другую, то есть надо ровненько ставить, чтобы она промыла со всех сторон, тарелку, например, если тарелка упала на тарелку, то она плохо ее промоет, бывает оставляет на лед, и было бы неплохо запускать ее просто прополоскать, без мытья, и такой функции у нас нету, к сожалению, вот, получается два минуса посудомойки, а так посудомойка для любой хозяйки, это просто супер вещь, да, уже не знаем, как мы без нее будем обходиться, если, не дай бог, сломается, вот у некоторых посудомойков есть внизу такой, ну, индикатор внизу, когда она моет, то есть она светит в пол там синим, по-моему, или красным огонечком, в зависимости от того, что она делает, вот у нас такого, к сожалению, нету, поэтому это ее, конечно, минус, я еще забыла сказать, что грязную посуду, мы складываем туда в течение дня, то есть с утра разбирается посудомойка, а в течение дня, вот видите, грязная посуда лежит, мы ее туда складываем, и потом вечером на ночь запускаем, в принципе, она работает, ну, как бы у нас дом большой, нам не очень шумно, но, в принципе, она шумит, то есть, не знаю, есть ли которые потише работают, но, в принципе, ее слышно, вот так вот у нас мама сушит, ну, вообще все сушит, вот такой у нас суховей, был куплен, сколько лет? Уже 7-8 там у нас, это не больше, вот он сушит, все подряд у нас, и грибы, и даже мясо, рыбу можно, вот тут написано, сколько по времени сушится, на самом деле у нас дольше, мне кажется, да, мы дольше, дольше, дольше сушим, и яблочки, яблочки, вот мы сушим, груши, вот у нас не было груш, соседка дала такие маленькие груши, не такие, как здесь на рисунке, а совсем маленькие, типа, и они немножко были, как бы портятся так, и вот я их порезала, вместе с косточками, с этими, и высушила, то есть никакой не гнили, ничего, компот был очень хорошо, грибы хорошо сушить было, вот, ягоды, ну, зелень мы обычно, когда сушим, а когда вот дочь у меня ее замораживает, нам больше нравится замораживать, в этот раз, вот она купила абрикосы в ленте, да, вот, кстати, 99 рублей, но на все, с косточками, с косточками на все, вот, как я уже сказала, она была 40% скидка, точно, вот, ну, у нас они не растут, эти абрикосы, ничего, поэтому, мы их сушим для чего? для компота, вот она такая вот, необыкновенная, здесь просто воздух, вентиляция, горячий воздух идет, и вот ставится, вот так вот, да, вот так вот я выставляю 5 штук, друг на друга, сейчас вот я только две заполнила, вот так вот, вот, включаю температуру, вот, и периодически закрываю крышечкой, вот так вот, вот, и периодически я ее меняю, то есть снимаю, проверяю, мешаю, потом нижние ставлю на верхние, а предпоследние становятся первые, и вот так вот я ее меняю, иногда бывало, мы и даже на ночь оставляли, потому что... на ночь просто поменьше температуру делали, чтобы не пересушить. Да, потому что было как-то очень много у нас там яблок, боялись, что все испортится, чтобы побыстрее вот так вот, высыхает очень хорошо, яблочки светленькие становятся, хранятся долго, вот у нас есть некоторые, например, уже второй год у нас, обычно храню я их в старой наволочке, хлопчатобумажные такие вот старые уже, которые... Да, но такие, кстати, сливы же мы же хранили, ну не сливы, этот как... Терн. Терн, да, мы тоже сушили, мы его хранили в контейнере, ну, в таком вот обычном, пластиковом, с крышкой сверху, и ничего тоже не испортилось, и, кстати, часть яблок у нас тоже была в контейнере, тоже ничего не испортилось. То есть оно высыхает очень хорошо, они беленькие, духовка, конечно, не очень получается, потому что... А здесь получается сухим ветром, горячим сухим ветром, она вдывает, и все. духовка иногда может немножко подгорать. Да, так что вот так вот, и будем... Вот такие у нас заготовки на зиму. Да, потому что, например, абрикосы сушеные, конечно, зимой очень кусаются цены, а вот так вот по чуть-чуть добавлять... Компотик или там поедать. Да, не все же им соки только пить. Ну да. Вот. Так что вот так вот. И еще хочу вам показать, вот в магазине «Фамилия» я купила себе за 700 рублей вот такой замечательный купальник. Девочки, он просто потрясающий. На самом деле, вот на камере он выглядит более ярким, а так он такой более нежно-розовый. Очень он мне понравился. Вот это вот такие выпуклые, ну как бы вот, как вот эти беленькие квадратики, они такие выпуклые. Такая ткань как сжатая. Очень мне понравились. И вообще, я очень люблю, кстати, вот такие купальники на завязках вот здесь. Вот. Хотя, у кого-то из фэшн-блогеров я видела видео о том, что такие купальники сейчас не модны. Мне на самом деле абсолютно все равно, потому что вот такие купальники вот с такими завязочками, с любыми ниточками, вот здесь вот с рюшечками, они как бы делают мою фигуру, знаете, более такой пропорциональной, что ли, да? То есть, талия хуже, а бедра чуть-чуть побольше. Так как у меня бедра небольшие, то мне как раз-таки вот такая история очень нравится. Так что основная масса моих купальников, кстати, она вот такая на завязочках. Купальников у меня, кстати, достаточно много, но вот эти, но когда я увидела вот этот, честно, прям не смогла себе отказать в нем. Больше себе ничего не покупала, потому что, в принципе, заходили туда для того, чтобы купить моему племяннику шорты, но он такой, знаете, прям нежный, девчачий, я не знаю, вот эта клеточка еще такая, может быть, она покажется, что как-то простит, но вот на розовом фоне, не знаю, мне наоборот очень-очень понравился, он очень-очень классный. И, кстати, я нижнее белье никогда не мерю в магазине фамилия, мне кто-то однажды написал, по-моему, из моих подписчиков, я уже, если честно, не помню о том, что в фамилии, в примерочных стоят видеокамеры, что, в общем, там сидят охранники какие-то и смотрят, как люди переодеваются, не знаю, насколько это правда, вообще такого, в принципе, не должно быть, потому что примерочная, это частная жизнь, и я, когда заходила в примерочную, камеры не видела, все там обсмотрела, я не знаю, есть только какая-то скрытая камера стоит, но, в общем, я купальники не мерю, я просто как бы смотрю, чтобы по объему мне подходило, по чашечке подходило, ну, или так могу сверху, как бы на белье, скажем так, померить, ну, и вообще, на самом деле, купальники, если здесь вот нету, вот такой, ну, знаете, наклеечки, вот в этой части, то я как бы не советовала бы вам тоже его мерить, и на попе, кстати, он очень классно сидит, то есть он здесь, видите, такой, как бы, такая свободная ткань, она немножечко так подсобирается, и так попа кажется немножечко побольше, ну, очень классно, очень мне понравился, вот такая новиночка моя. Я надеюсь, вам понравилось такого рода видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось, всех люблю, целую, и до новых встреч!